а привет ребят всем привет детки дано сказать привет для короче чтобы не сидеть дома выходной день мы решили пахануть в скачку потому что мы обожаем этот курорт про него снимали не одно видео уже и сейчас мы едем просто отдохнуть то есть бассейн кушать нам приедем сейчас купим талончики нам сказать что есть возможность такая купить талончики на еду прямо там то есть шведский стол и получается покупаться гулять отдохнуть просто подчасти жестком но самое то главное это бассейн нам нравится бассейн там теплая водичка что в большом бассейне что в детском она тепленькая прекрасная такая атмосфера красивая там вид на каму получается там же каму течет да там большие панорамные окна мы заснимем сегодня ребят и еще мы думаем сейчас на следующий месяц ну подскажите в комментариях может быть куда поехать ключи у скачка либо же как дарит кого-то ребята вот так вот выбираем в первом скам края потому что как бы я в положении недалеко ехать мы не решаемся поэтому как бы выбираешься жопой ребят на узее сколько два раза уже были просто жопой поворачиваться это секретик поэтому мы не знаем конечно пока кто девочка мальчик чтобы не подвергаться риску так сказать это ближайшему да и на поле да профилакторию то есть вот именно туре еще и путевки ну что было как бы цена-качество да саша конечно хочет чтобы был шведский стол мы тут смотрели путевки в ключе там достаточно как бы ну демокрационные как эти цены то демократичные да демократичные цены там принципе я посчитала сейчас идет скидка и можно как бы наперед там при раннем бронировании на 10 дней там за пятьдесят две или пятьдесят пять тысяч съездить всей семьей отдохнуть при этой же как бы в это же время если ехать демиткова там мы посчитали больше ста тысяч уходит ну и вот в скачке мы не знаем у них периодически бывают акции пока в прошлом году мы ездили просто по акции хорошим делали скидку в этом году мы узнаем если все-таки послушать марина так решили если нам все-таки сделают эту скидку да мы конечно поедем в скачку потому что там все-таки как бы ну мне роднее варенька она вверх хочет как бы где-то новенькая мне вот роднее мне очень нравится ну и саша очень нравится мне тоже нравится я говорю просто в этом году я пока не вижу это акции мы в прошлом году на 11 дней причем если я сегодня смотрела как бы этот ключи демиткова это просто путевки отдых то мы в прошлом году с лечением ездили за 80 тысяч на четверых на 11 дней ребята смотрите мы практически подъехали к скачке и смотрите как погода мерзкая холодная сейчас мы приедем в теплый с окнами да не просто хотелось конечно еще погулять там воздух такой на территории мы открыли воздух чистенький воздух нет ну хотелось насти понимаешь вот я люблю дождь да и люблю дочь но люблю когда тепло блин сегодня 6 градусов а то и 5 дождь у нас вообще погода на урале такая у меня конечно это немножко подбешивает потому что хочется то ведь уже тепла сейчас мы приедем скачку бассейн и травьемся что ребят если вот нефиг делать дома прыгнули машину в скачку и отдыхать кайфово по территории по моему на территорию платно заходить нам надо же этот пить политики ноги на еду сейчас все за вход нас наверно попросят заплатить несколько 100 рублей ватафа но это все дешевле чем 500 рублей в димитку да там вообще хирил кого приехали хотели девятка ребят погулять просто по территории нам сказали по пяти хаточки скиньтеся или кирилл по 400 ну что-то короче сумма то 500 человек еще просто хирилл просто по территории прогуляться вон ребят вон скачка вон скачка вон курорт блин как я хочу и дождик закончился блинцы ребята ждал мне нравится реально здесь вот я еще в кучах не был сравнивать пока не могу но был в димитка ребят ну скачка топ димиткова блин что-то как-то так изумрудный прикольно так мы подъезжаем 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 что пропустим людей здесь нет пешкодника давайте пропустим проходите 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 а еще ругается нам быть туда надо куда нам будет туда значит еле-еле душа в теле чем мы здесь поставим до машин много здесь еще отдыхающие так слушать думаешь и сказал что нам научу с той стороны допустим то я думаю надо к бассейну подъехать вот приехали к бассейну его даже видно там покупается он там тренер ходит но не тренер который контролирует парковочка тут аккуратно но сама дорога подъезд сравнение с центральным подъездом до требует ремонта сам корпус ребят добрались мы до скачки бассейна так все это делать здесь выглядит бахила надеть а у меня ничего много надавали набрали от жадности стежка маришка одевая бахила блин пройдет куда-нибудь или нет что-то проделать на стюшка осталось там получается такая вежливая вежливая да быстро так все что посмотрели все это очень часто пойдем я моряшке говорю слушай я хочу чай попить наград хорошо ягод ничего не буду заходит а мороженого у вас есть ты же ничего не хотела конечно и ты не будешь даже не прописаться а еще мороженое заберешь слава убери своего оружия помощник мужик давай по чуть-чуть только хорошо по чуть-чуть рюкзак больше не ухта ребята не прошло и пяти минут все раздербанили чё чайки слава вы чё чайки мороженое перед бассейном так зачем ты посоветовал мороженое ты мне скажи все раздербанили все пойдемте ну как тебе хорошо ну-ка покажи свой круг ах сейчас мы его надувать будем короче зашли пока погреться в сауну сначала помылись хотя дома тоже промылись на сену улице перед бассейном саша у нас надувает круг павик купаться хочешь настюха так как это было выглядит просто красиво так и а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 они делаются у них из грудинки без получается кожи и вкусный сочный до грудка да куриная диетическое такое помним где конечно только вот не здесь а вот там в руси в первом корпусе но правильно ты стал здесь красном этом корпусе кайфово ребят вы не представляете как будто сказку попали да я прям ребята переполняет эмоции так соскучился по ускачке если честно вот ребята европейские конечно мы хотели в руси но мы решили все-таки против европейском потому что нам очень рекламировали мы вот женщины познакомились в свое время здесь как бы тоже гуляли европейский конечно ведь это уровень совершенно другой это говорит рестораны вкусненько все прям цивильника то есть мы соответственно сейчас попробуем европейском покушать он девчонки идут настюшка варенька в развалочку вот вы понимаете на чья дочь как бы сразу видно чья дочь дочь мамина чей сын слова это папина копия мамина копия вообще вот такая красота прямо тут ребята нам зелено 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 все будет тут вообще у них просто все время красиво красиво так ну что заходим и заходим перед находится под видео наблюдение здесь наверно вот здесь вот так вот заходим вот можно обувь почистить не хочешь почистить так давай 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 заходим вот такая здесь красота вот этот знак аймакс то стой слова сейчас тетенька подойдет ему не спросим разрешение страну там тут раздевается получается ну пока что никого нету наверно какой-то звоночек нам нажать лифты блин у нас небольшая заминка вышла да но это опять же по нашей вине потому что мы не спросили тут какая ситуация европейском начала кушают не получается те люди которые как стать то живут здесь а потом уже как бы это все правильно потому что люди людей много столов получается ну как бы определенное количество и чтобы не было того что приезжают гости и не могут покушать те кто уже ездит они сделали так что через там 40 минут после того как покушать все которые проживают здесь можно кушать уже получается это ну кто приезжий приезжий а в руси получается я сейчас бегал прямо там надо приходить когда именно кушаешь кушает обед да уже прошло два часа говорит мы только сейчас можем вас горит на ужин гайки нужен то уже вот он через сколько там через два три часа до получается то есть нас европейском получается да а там два три часа но мы подождем все равно я хочу сравнить вот и ресторанную туда и соответственно шведский стол шведский стол мы пробовали уже несколько лет я попробуем как сейчас узнаем скажем не спросил мы посмотрим я думаю что спросим девушку на основе разнать сколько там стоит сколько здесь хорошо мы сидим фойе я подошел очень много человек по приятные долго давайте так вот чтобы вам не дать где там 30 минут так как у них рестораны и готовится под заказ выгод выберите игорь мы приготовим как раз вот и все посмотришь к выберет а просто все ребята готовятся у них еще я перепутал немножко я думал что это для внутреннего как бы нет они просто готовят кушать ребят пошли мы заказ сделали нам стали проходить нужно давление померить видите пожалуйста это все раздеваемся да не там в переходе вешалки висят поэтому можно с правой стороны повешать я думаю что ничего страшного заходим там справа стороны посмотрите с правой стороны там вешалки есть если нету то пойдем то повешаем сейчас мы такие вот немножко голодные улыбайтесь ведется видеонаблюдение да и мы вас тоже снимаем хочется покушать да слава иди выбирай куда сядем какой-то растрепанный идите я щас разденусь пока получается посадили очень приветливый персонал вот так все это выглядит музычка такая края получается покойная но если честно мы с маренька посмотрели мы все-таки к шведскому столу да больше все хотят пожирать все хотят пожирать но мороженка по чуть-чуть тогда ничего пусинка тут это прям банкеты какие-то даже наверно проводится но потому что да вот там кто-то может дополнительно добирать вот такие вот столики есть лежать какие-то наверное напитки до сюда добирать ну да может быть у нас от вышло получается насколько мы сейчас посмотрим да скажем да мы взяли что выбрали два три бульона солянку марине детям два шарика мороженого получается да знаете посекунчиков к сожалению нет есть применение спасибо огромное вот получается место посекунчиков у нас помешки будут и еще что мы выбрали чай большой и я взял себе грибы как называется член из грибов и и satay 2 взял ночные получать мне захотелось двойную порцию мне кажется они сейчас по бульону сидят и мороженое нападут и все и спать будет всю дорогу ребенок мороженое хочешь ребенок большое мороженое хочешь ребята зацените очки ну покажи и носишь посмотреть как она красотка нам принесли приборы разложили это располагает что должны принести скоро пожрать а у вас это мороженое вам хватит славян ты чё там игруечки ну-ка покажи какую-то игру там вы найдет нет малыш там дергаете за ниточки карми меня там солнышко выглянул солнышко то есть мы сейчас есть шанс что мы пообедаем и прогуляемся подсолнечном кстати вот мы зашли до был ветер очень сильно а когда зашли внутрь ветра такого не было потому что здесь во первых очень много деревьев и здание высокие здесь вообще не да мы зашли да еще слава хватит играть что ты играешь ну-ка покажи на быстро покажая вот там чё-то он играет все заварится слава спасибо огромное человек очень приятный лимон ты будешь есть не садики же дают часть лимона садики дают серьезно хорошо сейчас будет кушать хочет мы сейчас сидели спорили я говорю мы взяли все полезное слава бульон настя бульон я бульон а мама солянку настикает но она же беременно и может сейчас все игрота женщины придумали чтобы в этот момент есть все что хочешь отрываться на я колхозник не нужно понятно я с высшим образованием 4 класса остальные коридоры туалет на снасти свечи говорит скажи туалет расскажи этот человечек учится на пятерки-четверки а говорит туалет меня учит меня учит уже туалет да я тебя знаю весь компромат дай ему завариться бледными да со слям очи на ну да со слям очи на чего вы взводе потому это мой лимонный чай на мне закончился чаще до жопа слипнется сашка потом я чё скажешь плавка слипся с жопой не буди как напомнить так вот еще правду ты ему рассказала давление вот так вот и абракадабра абракадабра этот сжимай кулачок жимай кулачок на двух пальцев для двух руками нет пальцев классно слышать у тебя все вдвойне на бизнес смотри ешь есть палец второй любитель хлеба это мама слава сейчас мама говорит хлеба наестся на хлебушек если с одной стороны удобно вот сидишь как бы получается чай пьешь как бы не так голодный ребенок мама сказал ты сейчас хлеба наестся и сыну не будешь кушать так что ты хлеб не налегай а то есть аж пик получится пошел белый кусочек черный где кусочек куда дел черный кусочек рассказывай пошел белый кусочек хорошо очень аппетитно к давай за цене на вкус то понятно на запах сейчас мама заценит а вот ребята мы же ленчик язык есть я вижу как где достается он есть ну чё по вкусу слава когти хлеб кушать будет кашу янчик это из грибов свежих там получатся белые грибы и щуки белые шампиньоны я сейчас попробуем скажу сыр куда-то вот это грибы это не просто шампиньоны делай реально грибы сейчас подожди камера не фокусируется на них вот это вообще вообще очень вкусно меня соленка не просто из колбаса это очень много разного мяса там 4 языка я тебе не дам серьезно я тебе могу сыр оставить на едном соусе не удержалась мне выпросила или сыр скормил сверху так я сыр все-таки поменьше люблю ребята посмотрите какая красота там все полностью грибы и вы видите да ножка то есть это все белый грибов я шампиньон вот вот шампиньон где-то белый грибов вкусненько очень вкусно настюшки принесли ее вкусняшку славику сухарики любимые да это мы любим лучок ну как это же зеленый лучок настюша только что грибы говорил не ешь а грибы сейчас только что порога давай кушай ты даже на один сухарик на вилочку приятного аппетита слава приятного аппетита ребята вообще грибной вот это был вообще просто супер до нас и даже поела славка все сухари парит так кому сухари дать вот я не любитель на себя вы так как у тебя он там еще сухари есть давай сейчас себе чуть-чуть насыплю вот так вот основной тебе на так ты все забирать держи вот этот чашечку мои любимые овощи брокколи да это вообще просто обожаю это настя со словами ты уже устал сухари есть постучим по спинке это какая красота вы даже не представляете для меня это для меня лучшие битки вот у тебя там брокколи вот делать те брокколи это твои вот эти брокколи мы и потому что когда мне было 15 я елки брокколи как пачками по килограмму а сейчас я ем вот такие брокколи потому что уже возраст не позволяет много мяса есть ребят попробуй скажи что слова как тебе брокколи да кутя сейчас вон там такие же только мясные кушай попробуй и поймешь на рецепт на канал записать мясные брокколи не горячие марио мясные брокколи надо записать давай пробуй любой бери пробуй давай ты сам у меня такая как в американских фильмах ну дай я сама поелу тебя плохая вкусняшка Настюша, как тебе брокколи мясное? Норм? Вкусно. Можно спросить, а почему мою вилку везет? На. У меня здесь две. Я не жадный, ребят. Я просто хотел брокколи. Фонарики? Ну давай, пробуй. Мне надо понять твои ощущения. Мне очень понравилось. Классно. И самое главное, держит форму. Не каша, да. Вот видите, ребят? Классно. Это новый способ чай пить? Ничего, так много чая, ты ухлюпаешься. Вот так вот оформляют столы. Это для постоянных посетителей получается. Так красивенько. Там, пожалуйста, взбитые сливки, клубничка, вон там вино, молочко, сливки всякие. Пожалуйста. В принципе, здесь и странные изделия, да. Пожалуйста, заказывайте. То есть, так и на ужин, да? Да. То есть, получается, так очень много. То есть, и ты заедешь. Мороженое ждет мужик. Мужик старался ради мороженого. Принесли нам такое мороженое. Сапах прям очумительный. Но у меня, как бы, ребята говорят, мы не будем шоколадным только. Давай тогда им это шоколадное, а я этот съем. Ну хорошо. Мы с тобой съедим. А ты хочешь что-то шоколадное? Понюхай. Да, им пускай шоколадное, а нам это понюхай, какой запах идет. Я вообще мороженое не хочу. Чуть-чуть. Ну, малыш, ты розовая в футболке. В смысле, у тебя кофта розовая в футболке. Розовая в футболке. Нет, у тебя фиолетовая в футболке. Слышь ты. Он не дельтоник. Нет, он не дельтоник. Он нас этот. Мамин. Нет, он этот, как он, горошек. А папа, дай морковку. Я не морковка, а ты, горошек. Нет. Да. Сейчас я хочу у него овощи. Я тебе весь огурок перебрал. Ты вообще пингвенок, мама тебе сказала, напуганный. Это свеколка. Да. Пингвенок. Пингвенок. Огурец. Я огурец. И ты еще овощи знаешь. Так, детям принесли стермису. Настя? Не хочет? Ты расстроена. Я буду такое есть. Выглядит и запах аппетитный. Обожаю, ребят. Прям, это моё любимое мороженое. Клубничное? Да. Прям, вообще, вкусняшка, вкусняшка. Смотрите, как вкусняшка. Я не дождаю. Там стермису у них. Подпрыгнишь? Подпрыгни еще. Подпрыгни. Дети уничтожают то мороженое. Надо по чуть-чуть только. По чуть-чуть. По чуть-чуть, Слава. Ты очень много. Если Слава, я увижу, что ты будешь много есть, я сейчас мороженое запрещу тебе. У Марикина очень понравился этот мороженое мне тоже. У нас кислинка не приторная. С ягодками кусочками. Я вообще думаю, что это они делают сами, потому что прям вообще вкусно-вкусно, ребят. Давно такое вообще не ел. Телепортируется. Телепортируется? Ага. Мороженое? Ага. Куда? На. В живот? У-у-у. В задницу. Ха-ха-ха. Да? У-у-у. О, язык все подберет, да, Слава? У-у-у. Мороженое никогда лишнее не упадет. Вот смотрите, у детей и у нас. У нас еще половина, они там уже чайки склевали, все практически. Я им говорю, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А кто из вас главная чайка, а кто зам? Зам главная чайка. А главная чайка, покажи, где? Где чаечка главная? Глазами понял. Мороженое уже что-то наелся, она говорит, чайки тебе помогут. Слава говорит, главная чайка, я зам. Главная чайки. Ну что, ребят, все, мы подкрепились, все было очень-очень пусто. Вышло, в принципе, недорого, 1490. Иди маму. Ну что, тебя отошли, что ли? Нет. Что-что? Наелись мы до отвала, просто шикарно. И вышло, Маринка говорит, думала, что выйдет дороже, вышло 1490. Ну полторы тысячи. Ну полторы тысячи, я считаю, за такой обед нормально. Ты считаешь это дорого, честно? Нет, нормально. Средняя цена. Ну? Ну блюдо действительно как ресторанное, да? Да, качественное. То есть и тут еще какая ситуация. Мы посмотрели, там видимо люди закажут каждый под себя заранее. И вот ребята вот эти вот, которые ходят молодые, разлаживают официанты. То есть они смотрят прям конкретно по спискам, кто что заказывал. Но нам все-таки ближе шведский стол. Настя показывает как раз на Русь. Нам ближе, потому что спокойно, что ты пришел, не надо. Видите, когда ты заказываешь, ты не получаешь того эффекта. Когда ты приходишь и выбираешь сам. Вот прям пришел, насыпал, да. Что глаз там. Может потому что сегодня вот я хочу, завтра там селедку под шубой, да, условно. А завтра пришел, я и не хочу ее. Вот. И поэтому наш как бы дружный коллектив все-таки выбирает, где пожрать побольше. Ну, в смысле, выбрал, что хочешь. В первые три дня мы всегда приезжаем. Объедаемся, ребят. Просто полные тарелки накладываем. Вот. У нас все это остается. Потому что все хочется попробовать, всего много. Вот. А потом уже как бы там, соответственно, по ложечке там что-то тык. Я предлагаю в следующий раз, если мы поедем так же в бассейн, приехать часам двум, чтобы попасть на шведский стол. Да, да, ребят. Вот. Если бы, ребят, не погода сегодня вот такая как бы смурная, то вообще было бы супер здесь вообще просто. Да, мы еще погуляли. Просто прохватили. Запах вы не представляете какой. Тут вот белочки бегают. Красота. Едем домой в Перм. Это бесит прям, когда говорят Перм. Почему Перм? У нас же Перм, да? Читается Перм. Перм. Перм, блин. Ребята, кто-то, видите, приехал в бассейн. Прям прикольно. Это вот бассейн с левой стороны. Это вот выход через пост через бассейн. И, получается, кто-то приехал. Видите, на каком транспорте? Прям к бассейну. Прикольно. Мы берем такой же транспорт, обычно сюда приезжаем. И катаемся вот на таких вот велоавтомобилях. Прикольно. Кто-то в бассейн ушел сейчас. Потом вземся назад. Спасибо. Там сидит охрана. Тут нас уже знают. Смотрели видео наше. Вот. Но здесь круглосуточная охрана, ребята. И ходят, патрулируют постоянно. Поэтому здесь, так скажем, безопасно. И отпускать можно спокойно на территорию. И самим не беспокоиться, что здесь какой-нибудь не очень хороший человек зайдет. Вот наша ласточка, которую мы купили. Слава еще нам подогнал сигнализацию спутнику за 60 тысяч. Подарок. Ну что, ребят, грустненько. Собрались бы уезжать. Хотелось бы, конечно, еще побольше, да? Вот так вот. Ну, пока мы сидели, было солнышко, вышли опять пасмурно. И ветер. Поэтому мы как бы покушали. Славка, тебе понравилось? Да. Да. Еще у меня с этой зарядки. Парашечка на зарядки дома? О. Настя, тебе понравилось? Да. Мне понравилось перед экзаменами. С учетом того, что завт-экзамен, сам этот мозг отдохнул. Да? Маришка, тебе? Да, очень хорошо. Смена обстановки. Мы развеялись. То есть, в принципе, мы посчитали. Сколько выходит? Общая сумма нашего сегодня получается бассейна полтора часа на всех четверых. А потом вот этого обеда получается ресторанного сколько? Да. И плюс гуляния по территории скачки. Если включить бензин, то, в принципе, мы уложились в 3 700 где-то. В принципе, ребята, я считаю, это не так дорого. Это такие приятные впечатления. Для нас это как бы вообще разгрузка полнейшая. Просто даже не представляете. Мы с этими ремонтами ждут в последнее время. У нас все в кучу с покупками, с машинопереживанием. Нам надо было развеяться. И надо было развеяться именно в Керского края. Чтобы недалеко было. Недалеко. Я тоже об этом уже хотела сказать. То есть, вдохнуть приятных ощущений с семьей. Именно с семьей. В кругу семейном. Мы даже тут, я говорю, подумали, что, в принципе, надо вот так периодически приезжать почаще. То есть, так вот просто выходные выбираться. И мы еще хотим для себя сравнить, получается, сколько у нас сейчас вышло. Ресторанные, да? Да. То есть, у нас полторы тысячи получилось. На четверых мы покушали. Но, в принципе, тут не было второго у детей. Ну, пельмени были, да? Тоже, кстати, второе получается. Еще Марина говорит, недорого вышло. То есть, она посмотрела. Да. Полторы тысячи на четверых. Это, если разделить, меньше 400 рублей выходит. Да, плюс к тому, что, если посчитаешь, там мороженое, только один стаканчик 250. То есть, она не очень дорогая. Очень вкусное мороженое. Единственное, что получается, выбора по меню мало. Ну, вот мы заказали посекунчики, посекунчиков не было. Нам предложили взамен пельмени. Я так понимаю, что пельмени даже вышли подешевле. То есть, я вот, ну, примерно, я уже не помню, какой был ценник. Я так прикинула, что пельмени рублей 100 выше, не больше. Стоит договориться, что у них заказывают за сутки, то есть, и готовят под конкретного человека, что человек заказывает. То есть, у них гораздо больше выбора, чем выбор, когда ты приходишь уже вот тут, как бы, заказываешь. Ну, это, Саша, имеет в виду для тех, кто отдыхает именно в корпусе европейский. Для них это да. Поэтому мы хотим в следующий раз в выходные, ну, через неделю, через две съездить также в бассейн и, ну, рассчитать время, чтобы ко времени обеда мы пообедали в Руси и сравнить ценник, по крайней мере, насколько бюджетнее будет, не бюджетнее. Сейчас у них пойдут скидки, мы хотим именно рассчитать со скидкой, попасть в скидку. Если получится у нас попасть в скидку, такое, как в прошлом году мы делали, нам сделали. То есть, мы все-таки хотим поехать сюда отдыхать на 11-12 дней, да, вот сколько вот у них там стоит? Саша говорит, 11 мало, надо их дней на 15-20. Я говорю, ну, 20 это, наверное, много. По деньгам она много выйдет. Да, по деньгам. Так, ну, конечно, ребят, у нас сколько раз мы зато ездили, мы такая на чемоданах грустно выезжали, потому что, ну, реально кайфово, ребят, здесь вот просто, как бы, ну, не знаю, вот в Вермском крае для меня, для души, вот именно, ну, лучше я не видел пока, не нашел. Ну, ключи попробуем, если потом съездим, сравним просто, что, ну, мне нравится очень. Это лично мое сугубо мнение, вы знаете, если говно, я так и скажу, говно, как бы, а если хорошо, ребята, как бы, я не нахваливаю это чисто мое запекинание, мне здесь нравится, я себя чувствую здесь комфортно, обстановка такая душевная, знаете, и мне очень нравится, очень нравится, добропорядочный, дружелюбный персонал, это для меня очень, ребята, как бы, важно. и когда к тебе относятся по-человечески с добротой, и ты чувствуешь, что тебя, вот, как бы, желаешь, чтобы ты здесь был, как бы, да, а не так, что ты, как бы, попал, как в Демитково, вот я уже, у нас была ситуация, смотрели, наверное, видео, где нас чуть ли не обхаяли, как бы. Не хотите, не берите. Не берите, да, то есть вот такое вот. Так что, скачка, пока! Класс!